вот ну хорошо давай давай пойдем дальше давай пойдем вот в этом контексте как раз как раз органично появилась эта концепция новой внешней политики россии потому что она же как раз вот хорошо отражает по сути тот экзистенциальный кризис который стал класс когда столкнулась россия поскольку запада и и послали вот ну фактически и поэтому ключевой вопрос куда двигаться дальше вот в этой концепции по сути они уже показывают какой у них последний это последняя надежда куда у него цей документ взагалі дуже цикавий до речи круто шо я не зустричав нормального аналізу цього документа то есть як цей документ пройшов у нас ну путин узаконил то шо есть на даний момент там або там украину там не вспоминали китай вспоминали там шось там два три раза там так и так далее насправді цей документ він прям це прям дуже цикава история кто интересуется всем дуже раджу почитать я кидаю ссылку прямо сейчас кидаю в час ну первое если коротко это чистые записки сумасшедшего то есть вот этот сумасшедший чувак який устроил всю всю бойню и так далее и вот это там знаешь как вот этот брейвик вот это уна бомбар знаешь они там какие-то манефести писали и вот это тоже типа вот маньяк написав свой манефест вот я вам серьезно его надо читать именно вот как манефест от такого маньяка убийцы значит история дуже цикава ну что чувак поясню свит все там и брейвик там и тату уна бомбар они всі пояснювали свит там ну то ж каждый из них там из каких-то идеологических мотивов убивал людей записки да маньяка вот значит в чем прикол значит это очень серьезная история значит вся их доктрина сегодняшней политики будуется на доктрине жизненного пространства ну то есть гитлера там то есть там там это прямым текстом сказано но это очень прикольная формулировка я дешевле субинетии выписал мне предложение да там вот у нас звучало так что значит россии заважают использовать законные меры по защите жизненных интересов на украинском направлении вы понимаете то есть да а потом там про верховенство права что все повинны жить в мире все суверенные государства должны имать там право и свою думку вона повинна поважаться причем она треба поважать там традиционные ценности культуру а лет типа на украинском направлении мы применяем законные меры значит цей по целях своих жизненных интересов и значит в чем прикол это значит чистый шаванистический документ суть его в наступном что существуют государства которые называются центры силы и развития такими государства есть штаты Россия Китай и Индия это нормально да 4 государства и значит вот эти государства они мают там какие-то законные интересы значит они должны быть равны потому что они влияют на все в свете и свят вот многополярный и они они имеют цими полюсами да вот а все другие государства это таки унтерменш да это вот оберменш как у Гитлера да типа над человек да это там над государство а это вот все там обычные какие-то там непонятные государства которые служат цилям этих вот центров там силы и развития так далее что цикавый тоже как бы момент значит в уявлене Путіна но Protection но а теперь театр не стала благодарен этот цвет океане на вот это Igor не стали типо благополярный а а он уже был благополярный но Я под magistр'bian учитана его об emergency осени а сейчас они огрражают песенному заголовному свету который уже есть доп Ok вот菙안 ago вот этот свет должно признатьه что есть вы этот свет И не надо тут никому ничего навязывать. То есть, как раз он не считает, что, значит, свит был однополярный, а теперь он стаёт богатальным. А он, наоборот, говорит, что это спроба из многополярного свита сделать однополярный. Вот. И там много таких самых цирков. Значит, логика полягает в том, что Запад должен осознать бесперспективность своей вот этих конфронтаций. То есть, вот просто, значит, мы ждём, пока вы осознаете, что это бесперспективно. Чтобы фронт обрушился. Да, да, да. То есть, когда фронт обрушится, там все иначе. Вот. И, то есть, еще раз, это абсолютно такая вот шовеністичная концепция про вищих держав, меньших держав. Значит, и здесь все випливает, да. То есть, что верховенство права и там вот эти суверенные центры силы и развития, как там, до речи, формулировки. Там прикольно, много таких цикавых формулировок. А, значит, там, очень классная тоже такая формулировка, значит, что мы за верховенство права и за отказ от лицемерия. А, значит, это же формулировка, так, 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 деструктивные неолиберальные установки. Вот. А, еще, значит, миссия России в свете боротися с колоніализмом. Это таки тоже пас. Не о колоніализм. Да. Это же пас на Штати. Да. Перепрошу, на Африку, на Латинскую Америку. Да. Но это таки, оцей пас Савко. Это же савковая тема, потому что Штати, там, это империи. Воно же находить вихлик. Там, кто-то там, з Уганды, президент Уганды, кто там, диктатор військовой Уганды, сказав, что он теж за это. И нехай именно назвать путинским. Но это, ну, Савок, он, понятно. Он, после свете войны, ставил на растяжку, там, ну, казахиевские страны, потому что они были, действительно, колоніальными державами. И он их ставил на растяжку. Я даже зачитаю. Вот этот пункт, вторая глава, седьмой пункт. Необратимо уходит в прошлое неравновесная модель мирового развития, которая столетиями обеспечила опережающий экономический рост колоніальных держав за счет присваивания ресурсов зависимых территорий государств в Азии, Африке и Западном полушарии. Укрепляется суверенитет, увеличиваются конкретные возможности незападных мировых держав, региональных стран-лидеров, структурная перестройка мировой экономики, ее перевод на новое технологическое слово, в том числе внедрение интеллекта, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. А, еще, значит, им треба усунуты, вот это тоже такая классная формулировка, значит, устранить рудименты доминирования США. Вот. Ну, еще раз, документ очень интересный, с точки зрения того, что еще раз, это реально манефест маньяка. То есть, как я говорю, те маньяки там обмеживались убивством там незначной кількости людей, а этот чувак вирішив просто убивать десятками тысяч, потому что не своих. вирішив. . .